Незамысловатая шутка про то, что при любом раскладе победит Динамо, пользовалась популярностью перед началом матча 21 ноября в спорткомплексе «Юбилейный». На льду прошла встреча Динамо Твери и Динамо Санкт-Петербург. Кто одержал победу, расскажем в сюжете прямо сейчас. С первых секунд гости Санкт-Петербурга на правах лидеров и фаворитов этого сезона выглядели предпочтительнее балансирующих на границе падений в плей-офф хозяев. До перерыва Игорь Тиала отразил 15 сбросков петербуржцев. Его визовидение Синягин только три шайбы, отправленных в створ ворот тверичанами. Нужно немножко пособленнее играть, передачи поточнее давать. Так в целом игра более-менее пока нормальная складывается туда-сюда. Соперники, ну и мы, они боятся ошибиться. Поэтому я думаю, сейчас будет добропущенную голову. Начало второй 20-ти минутки осталось за Динамовцами Твери. Но эта вспышка активности, во многом обусловленная численным большинством, была достаточно быстро погашена одноклубниками из северной столицы. Гости вернули себе инициативу, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Парадоксально, но стоило хоккеистам Санкт-Петербурга чуть сбавить обороты, они открыли счет. Игра проходит довольно-таки тяжело, потому что все команды настроены серьезно. Динамо Твери очень хорошо играет в обороне. Вот у нас получилось забить, можно сказать, на контратаке. А так очень равная игра. Гости удвоили преимущество через 4 минуты после начала третьего периода. При счете 2-0 в пользу Санкт-Петербурга показалось, что игра уже сделана. Но Тверская Динамо не согласилась с таким раскладом. В быстрой контратаке на 52-й минуте мощный выстрел под перекладину. Но даже после этого гола немногие поверили, что Тверь вернулась в игру. Скептицизм был уничтожен за полторы минуты до финальной сирены. 2-2 на табло свели с ума трибуны юбилейного. Овертайм получился крайне эмоциональным. И одно Динамо, и другое могли ставить точку в матче. Тем не менее, судьбу битвы одноклубников определили Булиты. Заключительный пятый бросок серии совершал Георгий Бусаров. И он оказался победным. 3-2. Тверские динамовцы оказались сильнее. 27 ноября два Динамо вновь сыграют между собой, но уже в Санкт-Петербурге.